Привет, друзья! И сегодня гость нашей открытой студии, лидер движения за новый социализм, названный меньшевик Николай Николаевич Платошкин. Здравствуйте, каждый день узнаешь о себе какие-то новости. Я до этого времени кадетом вообще-то был. Максималистом. Николай Николаевич, вот вы в прошлый раз к нам приходили в студию свободным человеком, можно сказать, да, сейчас под условным сроком. Что это значит? А я простой советский заключенный, и мне товарищ серый волк. Именно. Вот что это значит, вот я, например, не понимаю, какие у вас ограничения теперь? Ну, это, во-первых, хамство, абсурдизм, это, в общем, то, что говорили адвокаты, и судья там один советского типа, он такой седой сидел, вот просто вот так, понимаете, он боялся глаза поднять даже. Ну, ограничения какие? Раз в месяц отмечаться, чтобы я, естественно, куда не удрал. За гранпаспорт у меня отняли еще при обыске, отказались вернуть, мы будем подавать иск против них. Ну, собственно говоря, а, да, нельзя менять место жительства без согласия контролирующего органа, но я, собственно говоря, из страны никуда не уеду, не собирался и не собираюсь, они этого, конечно, не дождутся. Радость в чем, что, ну, почему дали четыре года девять месяцев, потому что в зачете всего, что я до этого отсидел, домашний арест, это девять месяцев. Ну, то есть сидеть мне осталось четыре года, они специально затеяли всю эту аферу, чтобы исключить меня из президентских выборов двадцать четвертого года с запасиком, так знаете, по осень двадцать пятого. Поэтому я бы им что хотел сказать, я буду участвовать в президентских выборах, либо как кандидат, если судимость снимут от левых сил, если меня выдвинут, конечно, либо буду не есть, не спать, не пить, помогать другому кандидату левых сил выиграть президентские выборы. Вот вы вчера эти же слова сказали на своем стриме и добавили, я буду обязательно участвовать в президентских выборах, если останусь живым. Это что значит? Ну, видите, я попал в реанимацию прошлой осенью, потому что сидел до этого без воздуха, я не был в больницах вообще никогда, мне только перед армией гланды удалили, тогда всем просто удалили на всякий случай. Ну, если бы скорая помощь не так оперативно сработала, может и не доехал бы до реанимации, так что все под богом ходим, но если бы я останусь жив, то бороться за социализм буду с утроенной, с учетверенной, с удесятеленной силой, законными методами. Николай Николаевич, ну вот смотрите, мы можем как-то оценить вот эту предвыборную гонку, да, предварительно, ни за кого не агитируя, да, потому что нельзя по закону, вот вы не пожалели вообще, что в это ввязались? Вы знаете, я в это ввязался давным-давно, это может быть, знаете, люди просто говорят, а где там Платошкин до телевизора был. Платошкин жил до телевизора, он в девяносто первом году в августе в посольстве СССР Бонни был единственным, кто голосовал против Роспуска местной парт-организации. Платошкин баллотировался в Государственную Думу в девяносто третьем году, как самовыдвиженец, и газеты писали, судя по выступлениям, беспартийный коммунист. Кстати, одного моего товарища ножом убили, когда он подписные листы нес в избирком, я тоже собирал подписи. Ну, не 15 тысяч, 5 с лишним, так что я всегда был на этой стороне. Я в девяносто шестом году, я об этом рассказывал, специально летал из Берлина, где я работал в посольстве, голосовать во втором туре за Зюганова в Москву, потому что у нас второй тур в посольстве не проводился. Брал лотпа за свой счет. Вы сейчас поедете по регионам, будете ли вы тщательно проверять свое нижнее белье? Своё или чужое? На самом деле, вот просто сейчас такое давление идет, вот у вас нет какого-то такого опасения? Ну, во-первых, мне не 20 лет, я уже пожил. Считаю, сделал очень много в этой жизни. Захотят убить, убьют. Понимаете, ну что тут можно поделать? Но надеюсь, что я не трус. Из двух форм жизни, как говорил Маркс, горение и гниение, я выбрал первую, поэтому я с этого пути не сверну. Вот смотрите, мы освещали оба ваших суда рассмотрение апелляционной коллегии. Это точнее, их суды. Да, их и их суды. И вот на что я обратила внимание. Движение называется «За новый социализм». Но почему-то очень мало молодежи. А зачем оно нужно? А почему? Просто мы спрашивали и у ваших сторонников тоже. Вот вы, как вы считаете, почему так? Для меня это вообще какой-то странный вопрос. Во-первых, отца моего вез на этот суд человек 1991 года рождения. Но я не знаю, как его можно считать, молодежью или нет. То есть у нас таких людей много. Ролики делают, стригут там и прочее. Молодые люди абсолютно. Просто понимаете, вопрос странный, а почему все движение должно только из молодежи состоять? Или не только из молодежи? Ведь смотрите, на вальновцев никто не спрашивает, а где у вас люди 40-летнего возраста? Ведь у нас молодежи, к сожалению, для меня очень мало. Демографической ямы 90-х, начало 2000-х. Молодежи по статистике 17 миллионов человек. Лиц от 40 до 50 лет наших 20 миллионов. Таких, как я, от 50 до 60 еще 20 миллионов. То есть у нас, к сожалению, опять общество не так вот построено. Знаете, вот здесь молодые, а здесь оно вот так построено. Ну, из-за особенностей капиталистического развития. Поэтому потом вторая причина, ну, молодежи мало. Вторая, она болвально, конечно, антисоветской пропагандой. Причем она идет и от власти, она идет и от, ну, так называемой право-либеральной оппозиции. Почему она как-то тупишет. Понимаете, вот один человек меня на одной радиостанции говорит, я не читал Ленина, потому что он умер. Ну, Пушкин тоже умер, я не знаю, там кто еще. Лев Толстой скончался еще до Ленина. Бред какой-то, понимаете. Они считают как? Что если СССР в прошлом был, значит он плохой. А ведь, понимаете, вот как называлась эпоха 15 века в Италии? Возрождение. Потому что после диких средних веков возрождалась традиция античности. Ну, я представляю Леонардо да Винчи, который говорил, какой-то аристотель, придурок вообще, жил в какое-то там дикое время. Ну, понимаете, это вот на уровне животном каком-то, понимаете. Не идет дискуссия о том, что было хорошо в СССР, что было плохо. Просто это было давно. Ну, поэтому это неправильно. И у навальновцев, и у других, у них, к сожалению, знаете, какая-то странная. Вот если человек там свыше 50 лет, это не человек. Он как бы должен уйти. Знаете, был такой прохвост в кинофильме «Старики-разбойники». Миронов его играл, Андрей там. Его куда-то выгнали. Он приходил устраиваться в МВД и говорил главному герою. «Вам время-то леть, а нам цвести». Ну, тут, помню, там пистолет достал, там и начал его гонять. Ну, ну, понимаете, это вот аргументы на каком-то дурацком уровне. Понимаете, если я вас на три года моложе, я вас на три года лучше, что ли. Как и наоборот, понимаете. Если их, да вот, молодежь, она тупая, сопливая, тут тоже глупость абсолютно. Понимаете, это вот, ну, еще Тургенев, отцы и дети это все разрешил. Понимаете, это все искусственный конфликт. Есть хорошие люди, честные, умные, добрые. Они могут быть молодые, средние, пожилые. Ну, и то же самое на плохой стране. Вот по поводу плюсов и минусов Советского Союза. Значит, Алексей Пивоваров, журналист, недавно выпустил фильм «Народ Бама» о великой социалистической стройке. И довольно-таки любопытный фильм мне показался. Но вот в конце... То есть вы даже не уснули? Нет, не уснула. Посмотрела все, причем даже в какие-то моменты захотелось плакать. Потому что там все эти люди, которые ехали за запахом тайги, когда во время, значит, строительства магистрали строили рядом и театры, и, значит, спортивные залы. То есть чтобы не просто люди работали, а чувствовали себя людьми. А сейчас все это развалено. И как бы очень... Так же они во временном жилье живут, очень незавидно у них судьба. Так вопрос. Совок-то был когда? Тогда или сейчас? Вот и Алексей, значит, в конце делал такой вывод, что, значит, советская власть, она была хороша тем, что она могла организовать такие масштабные стратегические стройки, но пренебрежительно относилась к отдельно взятому человеку. Значит, и, значит, сейчас вроде бы капитализм начался, система сменилась, но почему-то люди вспоминают то время, как золотой век. Почему справедливее общество не стало, и пивовару задается вопрос, может быть, суть системы, говорит он, не поменялась? И сегодня... Вот это козлизм, понимаете? Вот этому пивовару надо пиво прекратить варить и пить. Да, да. И вот он говорит, суть системы не поменялась, и сегодня тоже, значит, правительство Российской Федерации, оно обращает внимание прежде всего на национальные проекты масштабные, а, значит, на отдельно взятого человека не обращают. Можно ли сравнить национальные проекты вот сегодня и индустриализацию? Давайте фигней, вот не заниматься всяким словоблодием. Вопрос простой. В советское время люди ехали на Дальний Восток или с Дальнего Востока? На Дальний Восток. По 100-200 тысяч человек в год ехали туда. Они что, по-вашему, психи, что ли? Понимаете, если вот этот бред... Я же был на Обаме, в отличие, видимо, от Пивоварова, значит, там говорили люди, я приезжаю, молодой специалист, мне ключ от квартиры, мне зарплату тысяча советских рублей. Это в Москве тогда было 150 примерно, там 150-170. Больница, школа, как вы правильно сказали, кинотеатры. Причем, знаете, что меня поражало? Вот там вокзалы на Обаме, они все разные. То есть, скажем, этот вокзал в украинском стиле, потому что его строила украинская бригада. Причем там панно, маленький, ну, с нашей точки зрения, вокзал. Он красивый. Понимаете, другой вокзал, там, белорусский, условно говоря, и так далее. Сейчас, ну, что сравнить, валят все оттуда, да вы что? Опять, почему оттуда уезжают, а где работают? Ведь, понимаете, если там сейчас ЖКХ, ну, жилищно-коммунальные услуги стоят дороже, чем пенсия, ну, то есть, человек квартиру обогреть не может. Ну, как можно такую тупизну сравнивать? И самое главное, организация объединенных наций, в отличие от всех этих дебилов, псевдодокументалистов, у них есть один главный критерий счастья человека. Он простой, вот такой, продолжительность жизни, средняя. Продолжительность жизни в советское время была выше, чем сейчас. Раз, и у нас, как вы знаете, каждый год население сильно прибавлялось в советское время. Но не будут женщины рожать детей, если нет уверенности в завтрашнем дне, если школы нет, детского сада нет, если сидеть надо с ним, вы понимаете, ну, не заставите вы их, ни при какой власти рожать, понимаете, еще не научились. По итогам половины этого года убыль населения полмиллиона человек в России. Вот чего сравнивать? Почему это одно и то же-то? Когда там все росло и расцветало, здесь все падает. Вот сейчас в Комсомольске-на-Амуре, сейчас, если бы Советский Союз был, жило бы миллион человек. По генплану развития сейчас 200 тысяч живет. Уехало 100. Это еще так, по прикидкам, я думаю, что больше гораздо. Ну, и как это можно сравнивать, интересно. Да, мне тоже это удивило, просто твой ролик уже набрал 2 миллиона просмотров, поэтому я думаю, что... Вот, видите, поэтому вот молодежь так и считает, что что-то все в землянках там жили. Не, после войны, конечно. После войны извития женского белья не было, потому что не до этого было. В нашей стране в Кирзовых сапогах ходили 1400 городов, разрушено дотла. Но БАМ 70-е годы. Из Москвы многие вербовались, как тогда называлось на БАМ, потому что за 5 лет можно было квартиру здесь купить. Без всякой ипотеки. Просто поработать, заработать денег, вернуться и купить квартиру. Причем тогда еще выбирали. Этот этаж мне не нужен, этот район тоже. Ну, назывались эти квартиры ВСР Кооперативные, но по сути покупали их. Интересно. Это что, все вранье, что ли? Энтузиазм. Вот этот был комсомольский отряд. Да, да, этот энтузиазм, заметьте, его подпитывали и материально в том числе. Потому что понятно, что условия тяжелые, конечно. Когда вы там с нуля строите, морозы страшные, но вы понимали, во-первых, что вы делаете, что вы не для Лазурного берега работаете, не для олигарха. И плюс, что вот это ваша местность. Вы здесь живете, у вас здесь дети появятся, вам здесь бесплатно дадут жилье, вы будете здесь лечиться, здесь хорошо. И природа хорошая. Так люди понимали, что они там делают. А сейчас? Вот этот БАМ, знаете ли, что существует? Его сейчас расширяют. Ой, зачем он коммунисты настроили? В Китае древесину гонят и уголь. Да, как Егор Гайдар тогда говорил про БАМ, что это одно из примеров великой социалистической стройки. Значит, абсолютно нерентабельная. Только расширяют теперь, да? Абсолютно нерентабельная, денег не приносят. И вообще, зачем это надо было строить? Нет, он и в Комсомольск на Амуре проезжал, говорил, что этот город, в принципе, не нужен. Ну да, да, денег не приносят, как бы, зачем? Вот подписчики спрашивают, Николай Николаевич, когда вы и вообще собираетесь ли вы в будущем возглавить Компартию? Ну, это должна решить Компартия. Понимаете, вот если я сейчас перед выборами скажу, что собираюсь, начну, начну, то, в этом, там, специально всем этим занимается, там, чтобы Зюганова подсидеть, там. Я вас уверяю, у меня не думское кресло, я дипломат, понимаете? У меня 20 лет работы в таких областях, по сравнению с которыми думаю, не хочу никого обидеть, знаете, ничего такого интересного не представляет. Это раз. Во-вторых, если я не возглавлю Компартию, я сделаю все, что от меня зависит. Чтобы эта партия обновилась резко, стала новой, современной, миллионной силой, самой сильной в Российской Федерации. Вот с этой точки зрения, кем я при этом буду, какая у меня корочка будет, ксива, вообще не важно. Вы знаете, есть вот во многих странах такие люди, вот они вообще никаких постов не занимают, но с ними советуются. Почему? Потому что за ними народ. А вот мы чуть-чуть обсудили Северный поток, завершение строительства у суда. Где еще это обсуждать? Конечно. Но тем не менее, вы так с иронией ответили, но вот вы как дипломат, как считаете, это улучшит наши отношения? Да мне плевать. Понимаете, ведь дипломат, он не должен, знаете, ходить по приемам, там, к напушечке кушать. Дипломат, это тот человек, который за всех сил борется за интересы своей страны без оружия. Да, потому что разведка собирает конспиративные сведения, армия, сами понимаете. Вот смотрите, разница в чем. Советский Союз строил нефть и газопроводы в Европу, конечно. Но как вы, немцы, вы сами этот газопровод строите? Вы поставляете трубы ваши, вы сами все делаете бесплатно. А мы, когда будет готово, расплачиваемся за этот газопровод поставками газа. Да? Это чем хорошо? Вы не несете никаких затрат, понимаете? И вам строят, например, немцы, ну или кто-то, газопровод 6 тысяч километров, 4 тысячи, из которых идет по вашей территории, и вы используете его для газификации собственной страны. Теперь что мы сейчас делаем? Оба северных потока строим мы за свой счет, понимаете? И как это будет оккупаться, еще вообще неизвестно, понимаете? Так кто был совком-то, мне интересно. Причем почему-то конторы по строительству этого газопровода, но конторы платят налоги, они не в России. И когда Меркель говорит, ну хотят они нам строить газопровод, ну пусть строят, жалко, что ли, в конце концов. Они же строят, правильно? Почему мы Турции строим атомную электростанцию за свой счет? Я вот это вот не могу понять. С какого перепуга мы это делаем? Я только что вернулся с Алтайского края. Лопатые люди кидают уголь, понимаете, в крупных городах, камень на оби там и прочее. Понимаете, они и уголь-то дорогой, хотя рядом Кузбасс и Кибастуз. Дрова заготавливают, понимаете. Это Алтайский край. А мы должны, значит, ради каких-то отношений там что-то кому-то строить. Ведь, смотрите, можно так сказать, СССР с помощью немцев газифицировал свою территорию. Понимаете? Вот это важно понять. То есть 90% этих экспортных сделок служило нуждам населения собственной страны. А сейчас, понимаете, Якутия горит, а мы тушим пожары в Турции. Какие к черту отношения? Мне вот это непонятно. Но Советский Союз же поддерживал и Кубу, и Венесуэлу, ну то есть страны из православной войны. Ну смотрите, вот как жила Куба, здесь к вопросам надо подходить конкретно, люди же нифига не знают. Как жила Куба до революции 59-го года? Ее называли американской сахарницей. То есть каждый год американцы говорили, на следующую сахарную жатву тростника мы купим у вас условно 5 миллионов тонн сахара по такой цене. Все, народ впыривает, значит, делает этот сахар, и все остальное, все до болта, до перочиного ножа покупают в Америке. Запчасти для машин покупали. Когда революция пришла, выяснилось, нет ни одной ремонтной мастерской на острове. Понимаете, вот какая-нибудь гайка, условно говоря, из строя выйдет. Они, значит, звонили в Майами, там все привозили и прочее. Как работал СССР с Кубой? Да так же, абсолютно. То есть Куба производила сахар, тростниковый сахар гораздо дешевле свекловичного, вы же понимаете, это же трава, по сути дела. Мы в обмен то же самое, но мы поставляли нефть и развивали экономику острова. Можете себе представить, на Кубе до революции, это была, кстати, считалась такая среднеразвитая, в общем-то, страна, не было единой электросети. Представляете, вот остров вроде небольшой, не было единой железнодорожной сети. Понимаете, поехал на поезде, сел там, пересел куда-то, потом опять куда-то поехал. В основном железнодорожные линии, это были от сахарных заводов до портов, куда они в Америку. То есть это был не остров как таковой, а предаток штата Флориды. Кубинцам построили завод по ремонту техники. Мы впервые в истории человечества сделали тростниково-уборочный комбайн в Коломне. Американцы не смогли, мы сделали, понимаете. То есть для того мы научили кубинцев смех, рыбу ловить. Представляете, вот остров, да, они рыбу не ели, у них не было рыболовецкого флота вообще. Они рыбу покупали в Соединенных Штатах, остров. Понимаете, то есть мы, меняя нефть на сахар, у них нет нефти, у нас нет сахара, у них есть тропический. То есть взаимовыгодные получаются. Ну понимаете, у нас манго будет расти, у нас кофе будет расти. Ну нет, ну почему? Если американцы этим занимались скупчем, мы не должны были заниматься. И вот это вот вранье, что мы у них сахар втридорого покупали, а им втридешево нефть, это абсолютнейшее вранье. Торговля шла по мировым ценам. Просто она была зачетная, да, то есть без долларов. Вы мне условно говорят тонну сахара, я вам условно говорят тонну нефти. Ну я утрирую, да, там в зависимости от цен. Что там плохого, я не могу понять. Николай Николаевич, вы сказали про Алтай, да, что вы были на Алтай. И вот вчера на стриме вы упомянули такую вещь, что вам очень приятно там находиться, потому что вы почувствовали себя как будто в детстве, что двери все открыты, что нужно к соседям в любой момент прийти, и они угостят яблочками. И вот в связи с этим, вот просто как меняется мир, он стал какой-то неспокойный. Вот, например, значит, власти Москвы на них заявили, что в целях безопасности со следующего года будет введена система по распознаванию лиц в школах. А уже с 15 октября в метро в нашем, да, московском, ведут эту систему во всех станциях, и оплатить проезд можно будет с помощью сервиса FacePay. Вот, Николай Николаевич, как вы относитесь к таким нововведениям? И это увеличит ли безопасность граждан? Нет. Почему? Ну, смотрите, в Америке всякие ваши феи, пейсы и прочие, и фейсы, я же там работал давно, они там уже лет 15, наверное, понимаете, там уже на безнал в то время все давно перешли. Там стрельба идет каждый, ну, не скажу каждый день, конечно, да, но вы сами понимаете, да, время от времени, то там школу куда-то перебили, то там кинотеатр. Смотрите, это от общества все, там все одинокие люди, они ненавидят друг друга, они, опять, почему? Они видят конкурентов, человеки, понимаете, вот он мое рабочее место, наверное, займет, а вот он, это общество, это в Советском Союзе, предположим, вы же понимаете, кто откоронял школу, да никто. Вот, да, такое даже мем есть, что, значит, школа в тоталитарном совке и свободной России. То есть там была у нас техничка Мария Семенова, да, в моей школе, там постучишь, ну, что надо там, ну, что-то там забыл, там открою, и чтобы ее хоть раз грабили, или что-то там вообще воровали, потому что было другое общество, были другие отношения между людьми. Сейчас можно пулеметных вышек наставить, там, не знаю, как в аэропортах сделать школу. Общество изнутри все гнилое и больное, потому что работает по принципу человек человеку волк. И пока мы не вернемся к социализму, на новой, конечно, основе, ничего не изменится, никакие Росгвардии, пулеметные вышки ничего не помогут. Все-таки поговорим о базисе, да, уровень инфляции в России в августе составил 6,68%, побив рекорд за 5 лет. Вот, и годовая инфляция уже обновляла пятилетний максимум в мае, в июне, теперь, значит, в августе, может быть, и в сентябре обновит, кто знает. Вот при этом, вот мы как раз общались с вашими сторонниками в здании суда, женщина рассказывала, что пенсии 8 тысяч, прибавили там на 124, а морковка 130 стоит. Вот как при этом людям выживать в таких условиях сейчас? Если бы это волновало бы правительство, понимаете, правительство, если я вот об этом скажу, мне еще там 5 лет присобачат, понимаете, потому что, видите ли, я сказал, что у нас больничных коек не хватает. За это человеку надо 5 лет дать. В то время как моя жена с тяжелым ковидом лежала в Москве на ледовой арене, в Москве, я там не говорю, какие-то регионы и прочее. Макс Орешкин, бывший министр экономики, мой любимый министр, который на всех совещаниях обычно честно говорил, я не знаю там. Мне даже студентам было стыдно что-то преподавать на фоне этого министра, потому что, ну что с него спрашивают. Он сейчас вам что говорит? Кто виноват в инфляции в России, Соединенные Штаты Америки? Ну перец ясный. Ну только не мы. А он сейчас советник Путина по экономическим вопросам. Лучше бы он морковку бы выращивал, понимаете? Почему у нас высокая инфляция? Потому что наша периферийная дурацкая экономика, она знаете чем плохая? Мы живем за счет продажи нефти и газа. Ну там уголька еще чуть-чуть. Значит, низкие цены мировые, а мы с границей продаем. Нам плохо, потому что нечем платить зарплату бюджетников. Высокие цены нам тоже плохо. Знаете почему? Потому что в страну идут доллары, ничем не обеспеченные. Ну то есть мы туда что-то продали, значит, получили доллары, поменяли на рубли. А под рубли где товары? А есть у нас в стране вообще, может быть, какие-то группы, значит, таких предпринимателей, сообществ, капиталистов, которые хотят именно промышленность развивать? Или нет такого? У капиталистов, как правильно писали, и Маркс, и Энгельс, и Ли нет отечества. У них отечество там, где бабки. То есть тут смысл простой. Если я где могу больше заработать? Вот почему в Алтайском крае, или в том же самом Хабаровском, где есть уголь, почему он там дорогой? Почему растут цены на стройматериалы? Народ никак не может врубиться. Что такое? Арматура, казалось бы. Потому что сидит капиталист. Цены на арматуру в Китае выросли. По внутрикитайским соображениям. Значит, он может продать, ну, например, в Китай за 100 долларов, арматуру, цены условно, или в Хабаровский край за 50. Да пошел нафиг этот Хабаровский край. Он продает за 100, пошли вы в баню. Я когда цены на уголь в Хабаровском крае в 19-м смотрел, для населения, фургал их установил, думаю, что такие цены-то высокие. Потом пересчитал в доллары, это оказывается экспортная цена вот этой угольной компании в Южную Корее. То есть смысл такой, я что в Южную Корее по 75 долларов тонну, что вам по 75 долларов, а если у вас нет денег, это ваша проблема. Тогда я в Южную Корее продал. Видите, все просто. Понимаете, вот и все. Капиталисту плевать на вас. Ведь, понимаете, если в СССР задачей завода был физический выпуск изделий, да, вот вам надо выпустить 100 тракторов, да, то при капитализме задача с каждой единицы проданной продукции содрать с вас как можно больше бабла. Понимаете, вот и все. Если у вас этого бабла нет, ну, будем искать, где есть. А здесь начинается волатильность, тенденции мировой экономики. Ну, когда президент говорит, что цена на морковь в России растет из-за мировых цен на морковь, ну, я не знаю, что есть мировой рынок моркови, что ли? Что, есть морковная биржа, где определяется мировая цена на морковь? Мировая цена на нефть есть, на сахар есть, на что еще? На цемент даже есть, на цветные металлы есть, но на морковь. Ну, вот именно, и вы смеетесь, и я. И когда говорят, у нас цена на морковь растет из-за каких-то мировых цен. Вот вы, например, говорили, что... Я такого не говорю. ...при желании... Подумали. Это я все вспоминаю. Да, я подумал. Подумали, да. Что сделать? Ну, смотрите, капитализм, опять, это настолько простая вещь по сравнению с социализмом. Социализм, он чем? Сложен. Вы сидите и в голове рисуете себе свою экономику. И начинайте. Так, здесь будет завод. Ему смежники должны поставлять отсюда. Значит, здесь должна быть железнодорожная линия. Так, а здесь же река, а тут мост. Ага. Вы представляете, да, это в масштабах страны. Здесь все просто. Смотрите. При капитализме можно стимулировать либо предложение производителя, либо спрос, либо то и другое. Да? Значит, у нас проблема, смотрите, в чем? Из-за политики правительства. У нас издержки производства у любого производителя растут. Вот, казалось бы, молоко, да? Ну, простая вещь. Но не простая. Корма дорогие для коровок. А почему они дорогие? Потому что зерно, как хвалится Путин, отправляется за границу, а зерно основа комбикорма для коров. Значит, цены-то заграничные для наших этих самых они у него растут. А доходы населения при этом опять по официальным данным восьмой год падают. Вы представляете, да? То есть у меня себестоимость растет. Мне бы надо повысить цену, но я же должен что-то зарабатывать. А мне говорят, а кто у вас по такой цене купит? Население все нищие. Оно получает, как вы правильно сказали, по 8 тысяч рублей, там по 15. В результате я беру свою корову, веду куда? Ну, бой, причем забить сложно. Вот такой регламент. Понимаете, чтобы забить бедную корову, вам еще столько справок надо собрать, что у вас цена-говядина станет какой-то запредельной. Вы сто раз в жизни поклянетесь этого не делать. Отсюда. Значит, поддерживаем производителя. Субсидиями. Как это делает? Евросоюз, Соединенные Штаты. Они все это делают. Я же дипломат. Я предлагаю только то, что работает в других странах давно и успешно. Значит, мы субсидируем производство. Прежде всего, молока, говядина, потому что это, как бы, длинное производство. Называется длинное мясо. Это протекционизм получается? Да, и все, все пользуются. И самое главное, еще, естественно, одновременно, мы с вами стимулируем, что покупательную способность населения. Минимальный размер оплаты труда не 13 тысяч, как он еще будет с 1 января, если будет, а 25. То есть, народ идет в магазин с новыми деньгами, значит, производитель с удовольствием производит, потому что мы ему частично компенсируем издержки. Все. Ведь, понимаете, американцы вылезли так из кризиса 2008 года. Я об этом рассказывал. Они каждому бедному американцу или среднему 50 тысяч долларов на семью доход в год прислали по почте чек от правительства США на 2,5 тысячи долларов. Просто чек. Иди в магазин и покупай. И все. И самое интересное, это прибыльные операции для государства. Вот когда эти жлобы, которые у нас возглавляют финансово-экономический блок, говорят, это за отряды там. Нет, это прибыльное дело. Потому что налогооблагаемая база, она растет насчет инфляции. Смотрите, если у вас население бесится от жира, ну, предположим, сижу я с вами в пентхаузе на лазурке, ну, у меня все есть, но мне пришлют там чек на 2 тысячи долларов, ну, любовницу, что ли, завести, или там купить венецианскую базу, там, не знаю, ну, когда общество недопотребляет, как у нас. А у нас недопотребляют десятки миллионов человек по официальным, опять же, данным. То есть они вот думают, что им купить, вот это или вот это. Как раз здесь товарная масса окажется достаточной абсолютно для удовлетворения. Мы же, например, не говорим, что минимальная зарплата должна быть 50 тысяч. Нет, пока нет. Потому что, да, тогда вот эту возросшую денежную массу мы не сможем быстро насытить и будет инфляция. А 25, по-моему. А если строить новое производство, сколько на это лет может уйти? Пять. Пять? То есть тоже, как бы, это при желании это и не долго. Да, вот смотрите, здесь опять производство... Мы 30 лет уже, как бы, живем. Производство, производство рознь. Вот смотрите, ведь сельскохозяйственное производство, оно очень хорошо, вы сами знаете, оно быстро оборачиваемое, да? Урожай у вас даже в наших условиях каждый год. Издержки не очень большие, я бы так сказал, да? Ну, обработку сельскохозяйства, там, элеваторы, мясоперерабатывающие предприятия, это очень быстро все делается. Сейчас это можно в течение месяцев наладить. Причем, это можно пускать и к нам излишки на экспорт. Китай, я вас уверяю, если мы сельскохозяйство начнем развить, да он у вас, я не знаю, все съест, не представляете, какого-то дерьмового качества там продукции. Они сюда, ну, сельскохозяйственные, они с удовольствием, мы туда просто можем, я не знаю, не древесину поставлять, которая вырастет, потом 50 лет нужно, продукцию сельского хозяйства. Пожалуйста, мы можем это сделать. Если, предположим, будет избыток, да, у нас, например, мы можем туда это отправить, в Индию, там, понимаете, недокольного населения сотни миллионов человек. Мы можем не зерно туда поставлять, а что-то фееричное, понимаете, вроде там колбас, там и всего остального, сухого молока, например, и так далее. Мы все это можем сделать. Здесь 5 лет не надо, 2-3. Что касается крупного машиностроения, почему надо 5 лет? Да, самое страшное, у нас людей уже нет, вот в чем вопрос-то, понимаете. мы можем купить оборудование, поставить стены и подработать, кто будет. Ведь, понимаете, инженеры и квалифицированные рабочие, он у доски вот не выучится. Ему надо учиться на оборудовании. Практика должна быть из 5 лет минимум год, но не просто где-то, да, а там, где ты потом будешь работать. То есть, это взаимосвязанный процесс, это 5-6 лет. У нас, пока, население, конечно, активно вымирает, к сожалению, у нас большой внутренний рынок, очень большой, понимаете, вот сейчас производство, они как, вот если вы будете 30 тысяч автомобилей в год выпускать, вы будете банкротом все время, это мало просто, да, не окупите оборудование. Но если вы миллион штук будете выпускать, без проблем у вас все будет прибыльно. но если страна маленькая, ей не нужен миллион штук, понимаете, у нас нужен, нужен, у нас все производство может быть масштабировано, то есть, мы можем производить много всего с гарантией того, что это будет потреблено даже внутри. Я уж не говорю там о СНГ и прочих странах, обидно просто понимать, что люди, которые у власти, они думают, этого не понимают, что ли. Да вот именно, вот я тоже сижу. Нет, ну а зачем, вот я сижу на трубе, труба качает нефть, она отправляется за границу, там же остаются бабки, потом я там покупаю себе, там особняк, перевожу всех, что, какие машиностроительные заводы, если я здесь не собираюсь жить, в гробу я видал, все эти ваши машиностроительные заводы, нефть осталась на 19 лет, потом крах. Подписчики тоже спрашивали, какой вам курс, если они чем-то отличаются, ближе курс президента Путина или курс президента Медведева? Нет, мне оба далеки, во-первых, я не вижу абсолютно между ними никакой разницы, честно говоря, курс президента Путина и Медведева, это вообще одно и то же, а в чем там, подписчики у вас какие-то оригинальные, курс один, хищнический вывоз сырья за границу, оставление там же денег и все, а что тут? Видите, это прям так вот сложно, что ли? Вот взять все советское, что открыто, газопроводы практически все построены, да? Ну, просто это было общее, а теперь твое. Раньше прибыль шла в бюджет, теперь тебе в карман, а в чем разница? Люди, гражданское общество, что они могут сделать, чтобы поменять ситуацию, потому что сверху ждать не приходится, что ли? Ну, вот, собственно говоря, я всех призываю не балдеть дома на диванах, но есть пара леворадикальных придурков, знаете, про таких раньше говорили, что человек левее здравого смысла, да? То есть, а, вот надо ждать мировую революцию, или что, метеорит на Кремль упадет? Нет, надо идти на выборы, идти в наблюдатели. Вот, как раз женщина, у суда тоже мы с ней общались, она жаловалась на то, что их на работе заставляют, она бюджетник, заставляет регистрироваться, голосовать электронно, вот ей что делать? Я понимаю, это все какой-то художественный свист, предположим, дайте разыграем, вы работодатель, вызыватель, ну, много было Атошкина, иди регистрируйся на сайте госуслуг, говорю, хорошо, пришел, проголосовал за других, и что? Ну, в смысле, даже не пришел, сел к своему компьютеру, да, здесь другая вещь еще есть, заставляет отдавать пароли от сайта госуслуг. Вот. То же самое, ну, предположим, вы трус, я вот не отдал, например, и так далее, ну, ладно, отдал, пришел домой, перезарегистрировал новую пароль. Это отговорки, получается, да? Это, знаете, вот кто-то где-то услышал, меня долбали все лето, а вдруг заставят только вакцинированным разрешат голосовать, я говорю, ну, прекратите вы распространять, вот этот дебилизм-то, понимаете, ну, ну, где это есть? А вдруг, а вот если, а если меня уволят? Чепуха все это. Николай Николаевич, откуда вот у вас столько энергии? Ну, я, видите, кофейку выпил у вас, поэтому подзарядился. Ну, видите, энергия, она проистекает обычно из убеждений. Убеждения проистекает, ну, могу судить, самый глубокий из эмоций. Мои главные эмоции, это стыд и гнев за то, что сделали с моей страной в 91-м году. А отсюда другая эмоция, всю энергию, которая у меня еще осталась, положить на то, чтобы исправить ситуацию и пожить еще в нормальной, хорошей стране. Спасибо огромное. Друзья, с нами был лидер движения «Новый социализм» Николай Николаевич Платошкин. Меня зовут Евгений Родионова. До скорых встреч. Пока. Спасибо, Евгений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова